Добрый вечер, меня зовут Дмитрий Киселёв. Итак, устрашающая российская армия, состоящая из нерп. Вот достойный ответ нашего правительства американским морским котикам. Браво, Владимир Владимирович! Даже обычному, необразованному американцу понятно, что нерпа с автоматом страшнее даже обезьяны с гранатой. В Белом доме уже с ужасом считают часы, когда во всю мощь наберет обороты гениальный план России под кодовым названием Нерпа. Нерпа — непобедимая российско-путинская армия. Слегка подтянув моржевую подготовку, наша нерпенармия катком пройдется по американским военным базам, заставив склеить ласты хваленых вояк дяди Сэма. Что уж говорить о киевской хунте, которая настолько боится наших юных бойцатюленинцев, что помимо коммунистических символов, она на всякий случай запретила у себя на Бандеровщине нерп и молот. А знали ли вы тот факт, что еще в фашистской Германии так опасались наших нерп, что даже использовали против них нерпно-паралитический газ? Все еще думаете, что иркутские нерпы с автоматами — это просто шоу, и Путин не имеет к этому никакого отношения? Вы обращали внимание на то, что средняя длина тела нерпы составляет полтора метра? Полтора метра! Рост Владимира Путина в десятом классе перед летними каникулами. Совпадение? Не думаю. К нам в руки попал видеоролик, посмотрев который, вы убедитесь в том, что наши граждане настолько верят в армию нерп, что даже охотно записываются в ее ряды добровольцами. Кайл. Тяжелым скользким телом нерпы навалимся на скользкого человека Обаму и раздавим его раздутую на политической арене фигуру. Дождемся вместе светлого и доброго праздника День ВДВ, когда наряду с десантниками в фонтанах заслуженно будут купаться нерпы в беретах. На сегодня все. С вами был Дмитрий Киселев и берегите нерпы. Спасибо.